О ремонте дорог, благоустройстве дворов, расселении ветхих и аварийных домов и многом другом, что интересуют жители города Мурома. Сегодня вторник, а значит в нашем эфире прямая линия, которую мы проводим совместно с Центром управления регионом. В нашей студии глава округа Муром Евгений Рычков. Евгений Евгеньевич, добрый вечер. Добрый вечер. Вопросы мы принимаем на эфирный номер, который вы видите на вашем экране. ЦУР заранее отобрал вопросы, полученные в соцсетях. На них наш гость тоже обязательно даст ответы. Евгений Евгеньевич, готовы открыть прямую линию? Да, конечно. Давайте начнем тогда с самых актуальных вопросов для любого города Владимирской области, наверное, страны. Всех всегда интересуют дороги. И у нас тоже есть вопросы по этому поводу. Давайте начнем. Скажите, пожалуйста, проезд по улице Московская от Ленина до Льва Толстого будет или это будет тупик? Задает нам вопрос житель. Эту часть дороги будет открыт. Он вновь будет проезжим. И вся улица Московская будет, как и раньше, улица проездная. И для машин, и для пешеходов. С чем было связано перекрытие? С тем, что мы проводили работу по благоустройству этой улицы. И здесь я должен поблагодарить нашего губернатора Александра Александровича Авдеева за помощь Мурому. Мы обращались к нему с тем, чтобы он помог нам дополнительным финансированием. В чем стояла наша идея, наш замысел, какую работу мы проводим сейчас. За последние два года мы провели очень много работы по благоустройству города. Набережная, видовая площадка, Оксского парка, пешеходная улица, сквер Революции, Рыночная площадь, Тройская площадь, сквер Ермакова, рядом территория тоже сквера. Два сквера по улице Московская. Вот все эти территории мы сейчас связываем воедино, улицы Московской. Вместе с этим реконструируем еще ряд территорий. Поэтому после завершения работы это будут буквально ближайшие 2-3, ну максимум 4 недели. Мы снимем все заборы, уберем все препятствия для движения. И жители города смогут уже посмотреть на общую, единую благоустроенную территорию, как она будет выглядеть. А в целом это, конечно, для центра города очень большая работа. И по сути центр города уже совершенно по-другому будет выглядеть до работы сейчас. Непосредственно по этому участку мы проводим работу на Вознесенской площади. Это такое интересное городское место. До революции это был, скажем так, условный нулевой километр. Вот с этой площади дороги расходились. И в сторону Москвы, и в сторону Касима, и в сторону Нижнего. И это было одно пространство, одна площадь вокруг Вознесенского храма. В советское время и сам храм был частично разрушен, не было часовни. И площадь была разделена дорогой на четыре сегмента. Поэтому храм восстановили, часовни восстановили, храм снова действующий. И сейчас мы восстанавливаем площадь. Это вновь будет одна площадь. То есть сейчас жители города не воспринимают таковую, потому что она визуально не выглядит, как одна единая площадь. Поэтому дорог мы там сохраним, но при этом визуально все будет вымощено в одном стиле, как бы по единому замыслу. И будет хорошо читаться то, что это реально является площадью, как это изначально и было. А если говорить о сроках, когда завершение? Я назвал это буквально 2-3 недели. Все работы основные уже выполнены. Остались небольшие штрихи, установка мафов, лавочки, там урны, еще какие-то небольшие работы. Но работы в принципе уже выполнены. Поэтому уже готовы показать жителям, как выглядит город после всех этих работ. Я думаю, что понравится. У нас есть еще несколько вопросов по теме дорожной. Писала насчет дороги в Муроме, улицы Горького, но ответов разумительного не получила. После укладки асфальта на профсоюзные Горького мы оказались в болоте. И вода идет под дома в подпол. Что можете сказать по этому вопросу? Ну, конкретно по этому вопросу в течение двух недель мы эту проблему решим. Эту улицу я представляю, это частный сектор. Поэтому там есть куда отвезти воду на грунт. В общем-то, проблему мы решим две недели. И сделано только по этому адресу, но и вообще в целом по всей улице. Что касается происхождения этого вопроса, то это такая общая беда, не только для Муромана, но и для всех городов нашей области. Отсутствие ливневой канализации. А знаете, так часто вопросы задают, или пожелания такие высказывают. И на сайт приходят ко мне, или в соцсетях, что почистите ливневку. Почему, допустим, после дождя у нас на пересечении улицы Куйбышева и Московская целое море разливается, или на Карачарском шоссе. Вот все эти адреса мы знаем, их переписали, я только работу поручал сделать. И в дождь люди выезжали, скажем так, всю карту вот этих вот заводненных территорий мы составили. Но при этом почистить ливневку мы не можем. В силу того, что ее просто-напросто нет. То есть в Муроме ливневой канализации, как таковой, просто нет. Такая же ситуация и по Коврову, и по Бойску Сталингу, и по другим городам нашей области. То есть это какой-то большой объем средств, чтобы ее сделать, которые просто не отбежать. Это колоссальные средства. Мы должны с вами понимать, что ливневая канализация централизованная предполагает, прежде всего, строительство очистных сооружений. Это сотни миллионов рублей. Это коллектор, который должен вывести эти стоки за пределы города, где они будут очищаться, и уже чистой водой их можно сбрасывать в реку. Поэтому это не только большие деньги, но это еще и по сути нужно провести вторую канализацию. Вот такая же фекальная канализация, бытовая, что мы пользуемся. Точно такую же канализацию нужно провести по всему городу, чтобы стоки вывести. Поэтому таким путем мы пошли. Мы сейчас спроектируем локальные очистные сооружения, которые позволят нам вводить улицы отдельных дорог. Поэтому работа у нас сейчас, скажем так, даже не проектная, а предпроектная. Это мы определяем технические решения, которые будем закладывать в проект. После этого уже разработанную документацию. Я связывался с Владимиром Канализацией, нашей главной организацией, просил их посмотреть. Может, что-то осталось в советской периоде, может, какие-то там есть наработки. Но, к сожалению, не смогли найти. По-видимому, ничего не проектировалось. Не успели спроектировать локальные канализации в это время. Поэтому сейчас имеем то, что имеем. И вариант у нас два. Первый, конечно, сброс на грунт, как часто и происходит. Это не совсем правильно, потому что стоки, они, естественно, загрязненные. Поэтому пруды и спарители где-то можно построить. Но идеальным вариантом и кардинальным решением проблем будет строительство ливневой канализации. Чем мы, в общем-то, сейчас и занимаемся. Еще есть один вопрос, тоже по дорожной теме. Прошу уточнить, запланированы ли работы по восстановлению дорожного покрытия вдоль домов 68 и 50А поселка Механизаторов. Во всем поселке уложено новое дорожное покрытие, а небольшой участок дороги так и остался в неудовлетворительном состоянии. В зимний-весенний период проехать вообще проблематично. Да, на следующий год по этому адресу работы будут проведены. То, с чем заявитель обратился, эти работы будут выполнены. Этот участок также мы асфальтируем, придем в порядок. В целом, если по городу говорить, то мы такой проект заявили, город ровных дорог, город ровных дорог должен быть. Поэтому идем мы поэтапно. Первым делом мы восстановили нормальное состояние магистральных дорог в городе. Вторым этапом мы сейчас идем по дорогам, которые, ну, практически можно назвать их асфальтированными вообще, потому что они асфальтировались там десятилетиями. Их состояние таково, что они уже мало чем отличаются от дорог, которых никогда не было асфальта. Вот из 220 километров дорог в городе Муроме в таком состоянии находились практически 110 километров. То есть больше половины. Там, где, в принципе, надо делать, ну, даже не капитальный ремонт, а можно сказать, что даже с нуля строить, хотя когда-то асфальт там был. Поэтому мы сейчас заканчиваем весь частный сектор, заканчиваем вот эти дороги. На следующий год мы эту работу проведем и перейдем уже на, скажем так, въезды микрорайона. Это отдельный большой пласт работ, потому что вот есть жилые массивы, там много многоэтажек, но, как правило, к ним подходят дороги, которые там метров 50-100, но они очень разбиты. Там проехать по ним очень сложно, там и такая дорога очень разбитая, как правило. Вот таковых у нас более 150, поэтому я понимаю, что у каждого свой двор, он, кажется, что же не может сделать. Ну, по целому, по городу это полторы сотни таких вот объектов. Поэтому идем мы по очень простому принципу, в магистрали, дальше дороги частного сектора, потом въезды и подъезды, ну, а следующий этапом будут тротуары. Ну, вот я сегодня читала, что во Владимире на следующий год, на 23-й, уже определили 7 объектов, которые будут отремонтированы по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Вот, может быть, вы тоже можете поделиться какими-то перспективами по городу Мурому, вот в 23-м году какие-то, может быть, конкретные адреса можете уже назвать. Вы знаете, у нас в эту программу входит Владимир и близлежащие города, это аккламирация. То есть свои требования, а Мурому под эти требования не подходят, поэтому в этой программе мы не можем сейчас. Нет, не обязательно по нацпроекту просто перспективами. Что касается дорожного строительства в целом, то, ну, еще раз похвалю, если так допустимо, Александра Александровича Авдеева, за что выражена благодарность, думаю, от имени всех муниципалитетов, за то, что мы в прошлом году получили субсидию большую от области, и в этом году тоже. Это как подтверждается, в бюджете мы это видим. Я напомню, что мы три года назад с таким, знаете, сбоем эту субсидию выбивали из администрации области, а сегодня, наоборот, нам помогают. Вот благодаря этому мы эти работы колоссально не проводим, потому что таких работ не проводилось в городах, ну, пожалуй, с советского времени. Вы знаете, я изучал статистику, да, как руководитель ассоциации, я могу вам сказать, что из правных дорог в муниципалитетах, в городах, в деревнях процент очень невысокий. Есть такое понятие газификации, да, сколько у нас домов подключено, процент газификации. А вот если ввести термин асфальтизация, то, знаете, какой будет, 28,7 процента. Вот такой процент у нас нормальных асфальтированных дорог. Я даже говорю не про нормативное состояние. То есть это вы про город говорите сейчас? Я говорю про область. А, про область, да. Да, про все муниципалитеты. Мы это с коллегами в рамках ассоциации статистику эту собирали, анализировали. Поэтому такие проценты и работы, конечно, огромное количество. Поэтому спасибо инвестиции области, губернатору, который поддерживает ее, эту работу, и поддерживает не словами, а поддерживает деньгами прежде всего. Поэтому, собственно говоря, и по Мурому мы этапами идем, да, опираясь на эту поддержку. Задача, что это проста и понятная. У нас не должно быть ни одного километра или метра неисправных дорог. И мы очень быстро и поэтапно к этому идем. Еще одна актуальная тема – это ремонт дворов. Очень хорошо, что появилась программа «Городская среда», да, по которой выделяются деньги и дворы ремонтируются. Но много еще все равно проблемных мест. И есть у нас вопросы от жителей тоже. Ленина, 90, одна из главных улиц города. К дому невозможно подойти, на коляске с ребенком не подъехать. Пожилым людям очень тяжело передвигаться, водители боятся подъезжать к подъездам, потому что оправданно переживают за свои машины. Скоро при необходимости ни пожарная машина, ни скорая помощь не смогут подъехать. Никто не хочет брать на себя ответственность. Перекидывают с управляющей компанией «Фортуна» улица Войкова-Войкова. Я не знаю, как правильно подсказывается. Войкова. Войкова, да. Дом 3Б на администрацию города и обратно. Ситуация такая не первый год, изменений никаких. Войкова известный революционер, поэтому, по-видимому, немножко уже фамилии такие забываются, но правильно Войкова. Что касается дворов. У нас из 560 домов от 4 и выше этажей, то 4, 5, 9 этажей в Муроме. 560 домов таких. Мы интервизировали у нас дворов полностью разбитых, без дороги, 467. Это данные на 2016 год. Поэтому мы еще до даже федеральной программы начали проблему решать. И на сегодняшний день мы асфальтировали уже более 250 дворов. И больше половины. При этом давайте все-таки вот к исходным вернемся. Дворовая территория – это собственность владельцев квартир, владельцев недвижимости. И, строго говоря, по закону, именно на жителей возложена обязанность ремонтировать свою дворовую территорию. Это обязанность, как собственников. Если кому-то интересно, даже могу показать документы, когда от имени дома, ну, это давно было, конечно, да, и обращались старосты, которые, значит, писали заявление с просьбой, с законной просьбой передать владение дома этот участок. Поэтому собственность, конечно, влечет не только права, да, права решать, что можно делать на этой территории, но и еще обязанности. Вот такие обязанности, к сожалению, выполнять финансово для большинства жителей многократных домов просто неподъемно. Очень много пенсионеров, людей, которым доход не позволяет профинансировать ремонт двора. Поэтому и администрация города, и в целом федеральное правительство приняло решение помочь собственникам этого участка асфальтировать дорогу. Первым, что нужно начинать, это собрать документы и подать их в администрацию для участия в этой программе. Потому что формально и по сути юридически мы даже не имеем права прийти и асфальтировать дорогу жителям без их согласия, без их просьбы. Ну, в общем, нужна активность жителей. Поэтому первым делом это комплект документов, дальше эти документы мы ставим по очереди, кто по мере поступления, очередность простая. Поступают документы, они сразу становятся на очередь. Тут никакого другого правила и хитрости нет, поэтому документы надо собрать, подписи все от жителей проставить, всех убедить, собрать документы, передать, после чего дом будет поставлен уже в очередь на ремонт. Мне подсказывают, что у нас есть звонок в студию. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, вы в прямом эфире, задавайте свой вопрос и представьтесь. Добрый вечер, меня зовут Петрова Светлана Анатольевна, город Муром. Так, у меня к Евгению Евгеньевичу такой вопрос. Будет ли возобновлен рейс автобуса номер 1 и возвращен на конечную остановку микрорайон Южный? Отсюда следует другой вопрос. Был обещан когда-то, перед вашими выборами, тротуар до конечной остановки. Люди ходят по поезжей части. И третий вопрос. Улица Ленина. Тротуары замощены, но при реконструкции были повреждены, в общем-то, фундаменты домов жилых. Как бы сказать, верхний слой нарушен. Будет ли это как-то возобновлено, потому что теряется вид домов? Как бы сказать, аккуратности вот такой нету. Спасибо. Спасибо большое. Хорошо, спасибо за вопросы. Ну, в целом, по автобусам. У нас неплохо работала система в городе Муром. Отлажена система автобусов. Ну, к сожалению, вот внесилась и корректива пандемия, да, она немножко нарушилась, сбила тритом. И количество, естественно, пользователей было меньше, да, люди меньше ездили, по понятным причинам. Свою роль играет также строительство дороги, трассы М-12, потому что очень тяжело перевозчикам конкурировать по зарплатам с подрядчиками на этой дороге. У них они выше, хотя это такие, знаете, работы разовые, понятно, да, они разовые, они оплачивают их больше. Поэтому эту работу проводим. Более того, в этом году нам передали муниципальную собственность по АТП. Сейчас мы его восстанавливаем. Поэтому на этот рейс выйдет муниципальное предприятие. Ну, естественно, конкурс будет, они будут участвовать в нем. Вот, поэтому планируем увеличить количество автобусов и количество рейсов. Начнем мы с того, что вывесим в ближайшее время на каждом, еще обновим, да, информацию по делам более доступной, по графику. Сейчас мы готовим, ну, такой центр приема жалоб всех, кто не увидел автобус в нужное время. Мы с тем, чтобы эту работу, скажем так, параллельно провести и собрать имение людей по графику, да, где-то нужно подкорректировать его, где-то нужно чаще сделать, где-то нужно, скажем, просто проверить, что у него было склонений по графику. Ну, и также мы работаем по подготовке новых, новых схем движения. Ну, скажем так, эту работу мы сейчас восстановим в том объеме, что было до пандемии и даже сделаем лучше. Второй вопрос у нас по тротуарам. Вот здесь по вопросу, если было понятно, о чем речь идет, да, но я по этому отвечу в целом и непосредственно по этому вот району. По тротуарам мы построили, восстановили тротуары основные, это Радзаводское шоссе, Карачаровское шоссе, улица Московская, ну, такие центральные тротуары. Хотя, повторюсь, что с тротуарами ситуация намного хуже, чем даже с дорогами. Если дороги нужно просто где-то отстроить, да, восстановить, ремонтировать, то тротуары, конечно, надо во многих случаях просто с нуля не только строить, но еще даже маршрут положить. Потому что вот я проезжал, мы делали нейтрализацию, и то, что если мы там все асфальтируем, это не решит проблему. Мы видим очень огромное количество просто троп, да, где люди ходят по грунту. Где-то поменялась уже планировка территории, да, уже по-другому все организовано. Поэтому эту работу нужно проводить. Все, что касается этого маршрута первого, я обязательно эту работу проведем, посмотрю, разберемся, о чем речь идет. Поэтому ничего мы не снимаем с контроля. Просто мы не суетимся, не бегаем от объекта объекта, да, мы идем, ну, такими, знаете, четко понятными этапами и планами. И третий вопрос у нас был с вами касается улицы Ленина. Про то, что они повредили, да? Да, касается улицы Ленина, да. Да, ну, при мощении было сделано вот отведение от каждого дома, был уложен плантер, специальное такое вот, ну, пластиковое приспособление, вещь, да, строительная, которая позволяет ввести воду. Поэтому с точки зрения фундаментов ничего домам не угрожает. Что с точки зрения, скажем, внешнего вида, то здесь, наверное, правильнее говорить даже не о том, что вот такие там цокли, да, надо привести в порядок, а в целом фасад домов. Поэтому за зиму эту работу проведем с тем, чтобы не только горизонтальное благоустройство было сделано, но еще и высажены деревья, это мы запланировали, разбиты многолетние клумбы, будут заменены столбое освещение, кабели уже проложены в подземном исполнении, то есть все кабели, вот эти воздушные, будут убраны. Просто эта работа будет сделана в следующем году, в январе-феврале месяце, мы выиграли грант, и эту работу должны провести. Поэтому сейчас, пока вот еще фонари остаются старые, мы их убираем, вся работа уже проведена, все места уже, все закладные, все сделано. Поэтому в части волнений за сохранность домов быть не должно, а в части внешнего вида в течение зимы будем согласовывать с собственниками внешний вид и рекламные вывески, чтобы они были все единообразные и соответствовали центру города. Ну а весной, как позволит погода, будут проведены работы по благоустройству фасадов. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и коротко сформулируйте Ваш вопрос. В Муромо, Московская, 75, вот, мы платим за капремонт, за поддержание дома, а у нас компания тоже фортуна, вот, отопления у нас нету, еле батареи греют. Нам обещали, что поменяют коллекционные трубы, так не поменяли, слов ли течет, тоже обещали, что сделают, так ничего не сделали. Деньги каждый месяц против, а ничего не делается. В подъездах ходить вообще страшно. Почему страшно? Грязь такая вот, ужас. Это ужас. Бронированная дверь поставлена у подъезда, но палец даже не так летит, не закрывается плотно, вот, оттуда все хранит, вот. Я на первом этаже живу, я замерзаю, мне холодно. Ну, в принципе, вопрос понятен, претензий много. Да, конечно, адрес дома понятен, квартира понятна. Направлю в личную инспекцию, по этому адресу они разберутся, где обоснованные замечания к работе про личную компанию, где, скажем так, ситуация какая-то, ну, субъективная, индивидуальная, да, там, дверь не закрывается, холодно, поэтому надо разобраться, из-за чего холодно, из-за того, что дверь не закрывается, из-за того, что отопление ненормативное подается, да, все-то разберемся, и, собственно говоря, если компания виновата, накажем ее и работу наладим. Давайте продолжим про благоустройство. Есть вопрос по поводу благоустройства общественной зоны. Поросоль вдоль берега будут вырубать или нет? Такая себе набережная, когда вместо реки кусты только видно. Да, понятен вопрос. Вопрос этот раньше, наверное, не возникал, потому что этот кусок набережной не был благоустроен. Сейчас работы проведены, это такой интересный объект, все там замещено, сделано, поставлено освещение. Ну, естественно, что теперь люди там начинают гулять, и уже логично появляется вопрос, что если раньше эти кусты между окой и этой частью территории никому не мешали, то сейчас они привлекают внимание, и логично, что мы кусты уберем, конечно же, весной. Ну, сейчас выпилим, да, потом корни весной уберем, там планируем засыпать ее песком речным и оборудовать волейбольные площадки. Ну, то есть к лету территория будет благоустроена. Конечно, да. Вопрос абсолютно правильный, эту работу мы проведем. Еще один вопрос. У 16-й школы дети ноги ломают по такому асфальту. Вдоль парка молодежной на Красногвардейской вообще пройти даже собакам невозможно. У спортивного клуба АК. Это разные адреса, разные адреса, и вопросы можно по-другому сформулировать. Человек говорит о том, что плохие тротуары. Он абсолютно прав. Это просто я уже рассказывал, что действительно мы к нему вернемся после ремонта дорог, и вернемся с тем, чтобы все тротуары привести в порядок. Мы уже касались сегодня темы транспорта. Вот от жителя был вопрос. И есть еще вопросы по транспорту. Дайте уже больше автобусных рейсов по городу Муром. Очень мало автобусов ходит. Вот и избаловали этих таксистов. Да, мы же это просто с вами сейчас обсудили. Я уже сказал, что мы планируем работу по АТП активизировать. Это будет муниципальное предприятие. Они сейчас уже вышли на рейсы. Плюс оптимизируем маршруты. Учтем все пожелания. И проведем работу как по обращениям. Будут все они учтены. И взяты, скажем так, для того, чтобы по ним, как удобно жителям все построить. Ну и сами, естественно, с моей стороны мы также смотрим, как лучше сделать и удобнее для жителей дорожную сеть. Автобусные сообщения. Когда жители смогут увидеть изменения эти? Это в ближайшее время. Знаете, там, скажем так, есть вещи, которые, ну, в целом, все функционирует, все работает. Есть отдельные какие-то замечания, отдельные нарекания. Вот их мы учтем. И, собственно говоря, у нас коллапса, слава богу, транспорта нет. И более того, даже наше предприятие сегодня, округа Мурома, оно выходит на работу на территорию Муромского района. И вот там, где не было маршрутов, они эту работу сейчас провели и закрыли эти маршруты автобусами. И сейчас нет деревень, которая не имеет сообщения. Поэтому здесь каких-то сверх кардинальных усилий не требуется. Здесь требуется привести в порядок и улучшить отдельные элементы этой работы. Давайте еще темы водоснабжения коснемся. Есть тоже обращение. В Новой Слободе частенько течет ржавая вода. При этом она может быть такая целый день. Невозможно ни умыться, ни посуду помыть. Вот что по этому поводу. В Новой Слободе – это новый микрорайон. Поэтому здесь, наверное, не должно быть загрязнения вторичного непосредственно из труб в доме или подводящих сетей. Поэтому это, скорее всего, речь должна идти о подаче воды из центральной системы. В целом в Муроме у нас проблемы возникают по железу, избытку его, по жесткости. Две основные проблемы – усснабжение города Мурома. Если в Владимире, допустим, у нас вода имеет такой вот характерный запах, хлорный, так я когда приезжаю, я его чувствую. В Муроме этого, слава богу, нет. Но есть проблемы вот именно с жесткостью и с железом. Мы уже полтора года проводим работу по проектированию станции очистки на городской водозабор. На сегодняшний день проект разработан. Он сдан в экспертизу. Мы ожидаем буквально со дня на день результатов. После чего мы продолжим работу для получения федеральных средств по программе «Чистая вода». Нас поддерживает областной департамент, администрация области в этой работе. В этом случае это большие деньги, сразу скажу, около 2 миллиардов рублей. Для понимания это примерно городской бюджет годовой. Поэтому без помощи федерального бюджета, регионального мы эту работу сами сделать не сможем. Но если все получится, я надеюсь на это, то в этом случае мы сможем нашей водой не только удовольствием получать, а прям гордиться, потому что ее можно пить из-под крана. Нет препятствий для этой работы, кроме нашего усердия, трудолюбия, желания добиться ее. Мы эту работу проводим. Я думаю, что доведем до логичного. — Если вот войдете в федеральную программу, то это какой год? — Вы знаете, я всегда стараюсь сначала сделать, а потом уже сказать, что все сделано. — О сроках рано говорить? — Да. И даже сейчас, честно говоря, немножко забегаю вперед. И так вот про себя думал, говорить или не говорить об этом. Потому что мы часть работы сделали, проект разработали. Если все сложится, чтобы, скажем так, здесь как-то не сбегать вперед, да, и не говорить, не обнадеживать людей тем, что пока еще не решено. Свою часть работы мы сделали. Вторая часть работы — это получение денег. Ну, в таком режиме, скажем так, разговоров это все одобрено, но пока нет документов, это все говорить как факт нельзя. Поэтому проводим работу. Для Мурома водопровод, чистая вода — это особое значение имеет. У нас глава города Ермаков, это конец XIX века, памятник поставили ему. Вот одно из его благих дел для города было создание сноциализованного водопровода. Поэтому эту историческую параллель хотим провести и сделать так, чтобы вода в городе Муроме была, ну, одной из лучших в России. — Амбициозно. — Да. Постараемся сделать. — А у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос, пожалуйста. — Здравствуйте. Евгений Евгеньевич, с уважением отношусь к вам. Это староста дома 40-го, РЗШ, 40 на Южном. Помогите нам, пожалуйста. У нас затапливает нас постоянно вода. Вы, наверное, сами проезжаете, видите, что у нас делается около дома. Все видят это, все руководители знают. И водоканал, и управляющая компания. Пожалуйста, помогите нам. — Хорошо. — Хорошо. — Ну, честно скажу, что около этого дома, на самом деле, весь южный микрорайон, он изначально построен был на балочной местности. Поэтому там высокие грунтовые воды. И вот всегда, когда это такие периоды, осенние-весенние, эта проблема особо остро стоит. Ну, тут уж не буду скрывать, мы даже в этих случаях где-то позволяем и открываем колодцы фекальной канализации. Это не очень правильно. Это, конечно, приводит к ее повышенному износу, засорению. Но, тем не менее, выхода нет. Поэтому такие проблемы мы снимаем не так. И в данном случае поможем. То есть, выйдем на место и решим, каким образом будут отвезти. Но подчеркиваю, конечно, решение такое во многом разовое, да, не системное. Системное решение проблемы — это ливневая канализация городская. — Я очень прошу жительницу, которая нам сейчас звонила, оставить обязательно свои контакты редакторам. — Я запомнил. — Чтобы они, да, записали обязательно. — РЗШ 40. — И давайте еще один вопрос по теме, наверное, самой сейчас актуальной, по теме мобилизации. Есть вопрос у нас от жителя. Помощь семьям мобилизованных, где осуществляется сбор помощи для участников СВО, кто активно участвовал с предприятий, куда сегодня обратиться, если жители Мурома хотят помочь? — У нас создана целая структура при администрации. Ну, формально это комиссия, ну, по сути, штаб, в котором мы занимаемся тремя направлениями. Первое направление — это помощь мобилизованным и их семьям. Второе направление — это работа с военкоматом с тем, чтобы не было каких-то необоснованных призывов. И третья работа — по сбору средств. Сбор средств мы осуществляем непосредственно, если это вещи, то в администрации. Если это денежные средства, то есть специальный счет, открыт он при общественной организации ветеранов Абванистана. Мы этот вопрос курируем, мы просили создать наблюдательный совет при этом счете. В него вошли ветераны, общественники, уважаемые жители города, из администрации, сотрудники, из телевидения, ваши коллеги. Ну, все те, кто, скажем так, отслеживает как поступление от средств и вещей в эти фонды, так и их расходование. Поэтому я благодарен всем, кто откликает с наших призывов. Недавно я просил людей собрать вещи, у нас было очень маленькое период времени, два дня. Просто мы знали, когда была отправка наших муромских военнослужащих, мобилизованных. И у нас было два дня. Я попросил всех, кто может помочь. Большей частью мы сами закрываем всех вопросов всегда, и финансовых, и по вещам. Но это была такая острая необходимость. И она была связана как с тем, чтобы все это купить, да и деньги найти, так и с тем, что многие вещи просто дефицитные. Их реально просто сложно достать. Поэтому, благодаря жителям города, предприятиям, предпринимателям, простым жителям, все было решено, собрано. И мы в три партии отвезли. Сейчас там еще отдельные позиции есть, которые мы должны прийти, и мы их также довезем. На самом деле, да, очень большой отклик. Я думаю, что не только в Муроме, по всей Владимирской области все сейчас это видят. У нас заканчивается, к сожалению, время нашего эфира. Что касается маленьких замечаний, вот по предприятиям и всему остальному. Знаете, у нас в Спасском-Мастерской маленькая монетка лепта. Древнереческая монетка. Вот какая с ней связана история, да? Очень коротко только. Да, понимаете, неважно. Просили назвать предприятие. Есть те, кто 500 тысяч внесли на фонд. Но лепта – это маленькая пейка, которая, в общем-то, определяет отношение человека к этому. Поэтому мы благодарны всем. Неважно, что это такое. Это 500 тысяч, полмиллиона, да, препятствия привело. Либо это бабушка, которая связала своими руками какую-то теплую вещь и передала. Здесь важно отношение. Согласна с вами. Поэтому все вместе будем помогать. Все вместе будем добиваться победы. Вединиться наша сила. И именно так мы одержим победу. Спасибо вам большое, Евгений Евгеньевич. На этом наша прямая линия подошла к концу. На ваши вопросы отвечала глава округа Муром Евгений Рычков. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. Спасибо.